дорогие друзья добрый вечер я рад вас приветствовать меня зовут филипп казин я заместитель директора филиала высшей школы экономики в санкт-петербурге и рад вас приветствовать на нашем экспертном семинаре открытый кампус который посвящен проектам которые вышка вместе со своими партнерами реализует в интересах санкт-петербурга по самым разным направлениям как говорится от физики до лирики и это и образовательные проекты и исследовательские проекты просветительские проекты то есть собственно наш экспертный семинар посвящен тем задачам тем вопросам и тем решениям которые мы с вами вместе как университет и его партнеры можем предложить для развития нашего города и я очень рад видеть всех кто сейчас подключился к нашему семинару здесь не только собственно представители вышки здесь есть наши коллеги из органов государственной власти из бизнеса приветствую студентов приветствую всех кто смог сейчас вот в это время подключиться и поговорить с нами сегодня об очень важный на мой взгляд актуальной теме в общем начинаем с дизайн дизайн эта тема которая посвящена сегодняшней нашей встрече я очень рад со мной в студии два прекрасных эксперта прекрасных человека митя харшак художник дизайнер всем привет водитель нашей образовательной программы дизайн и андрей пунин тоже художник тоже дизайнер руководитель мастер какой программы который за эти арки это же преподаватель школы дизайна то есть мы собственно имеем двух представителей того самого прекрасного состояния когда практики эксперты люди работающие как художники и как предприниматели в том смысле что они предпринимают они что-то делают важное для развития города одновременно являются еще и педагогами работают со студентами и вот этот синтез это та очень важная история которую мы развиваем в школе экономики дизайн в этом смысле прекрасный пример сегодня у нас зум мы вот здесь втроем студии все остальные дорогие друзья вы дома или на работе и каких-то других местах у нас есть простые правила мы просим тех кто не говорит выключить микрофона чтобы не было каких-то дополнительных звуков если у вас возникло желание задать вопрос пожалуйста поднимите руку с удовольствием дам вам слово вы сможете и задать вопросы комментарии высказать и все что вы захотите сказать в качестве обратной связи на то что сегодня будет здесь происходить но вы можете также задавать вопросы писать комментарии в чате здесь у меня есть планшет я с удовольствием буду транслировать ваши вопросы нашим спикером ну кажется все для вступления в принципе достаточно давайте мы тогда начнем ближе к делу и митя харшак есть презентация для такого начала нашего разговора про деятельность школы образовательной программы и про проекты которые реализуются на этой программе вместе с этой программой и так далее так что митя пожалуйста хорошо филипп спасибо за представление вот нам очень приятно с андреем открывать целую серию экспертных семинаров и сегодня речь пойдет о нашей специальности о дизайне и я бы хотел сначала остановиться на нескольких ключевых принципах которые исповедует школа и наверное без которых не было бы возможно реализовывать те проекты о которых сегодня пойдет речь дизайн безусловно профессия сугубо практическая да и одним из базовых принципов школы дизайна является привлечение к преподаванию выдающихся практиков педагогов которые в ежедневном режиме решают сложные творческие задачи управляют собственными дизайн-студиями проектными бюро общаются с заказчиками открывают выставки получают международные призы по моему глубочайшему убеждению именно люди которые на кончиках пальцев чувствуют требования индустрии дня сегодняшнего и естественно мы с коллегами заглядываем и в будущее индустрии потому что естественно мы должны готовить наших студентов к тому что их ждет через несколько лет когда они выйдут в профессию когда они покинут стены университета и естественно в рамках школы самого первого курса мы стараемся в наших компьютерных классах и мастерских максимально приближаться к той атмосфере к тем принципам работы которые приняты собственно в проектных бюро и поэтому наши выпускники на самом деле оказываясь уже в жизни живой устраиваясь на работу будут в общем достаточно четко подготовлены к тому что их ждет в индустрии потому что наши преподаватели работают со студентами в общем примерно так же как работают арт-директора в студиях со своими дизайнерами и на сегодняшний день школа дизайна которая существует в москве уже вот вот уже девять лет и четвертый год существует в санкт-петербурге и и в санкт-петербурге у нас осуществляется набор на два образовательных профиля это коммуникационный дизайн и дизайн среды в москве образовательных профилей значительно больше и основываясь на нашем проектном подходе основываясь на тех уникальных кадрах которые есть у нас на тех педагогах с которыми мы работаем школа на сегодняшний день стала в общем мощнейшей проектной институцией и у нас существует и активно развивается лаборатория дизайна которая на сегодняшний день разбит на 21 проектный юнит я хочу сделать сейчас краткий обзор каждого из направлений которым мы занимаемся в лаборатории дизайна ну во первых это естественно дизайн-бюро по самым различным направлениям коммуникационного дизайна это и брендинговые проекты это визуальные коммуникации реклама digital одним словом коммуникационный дизайн нужен везде где есть конкуренции у нас существует иллюстраторское агентство которое очень активно развивается и направлено как на книгоиздательскую деятельность так и на сотрудничество со средствами массовой информации с другими игроками рынка очень большое количество инициатив студенческих инициатив преподавательских реализуются через направление hse collab да это коллаборации с известными брендами в частности вот там прошлом году один из наших педагогов андрей люблинский инициировал очень интересные коллаборации с бренд такими брендами как мини-купер как конверс доктор мартинс еще целым рядом adidas еще целым рядом известных брендов есть центр дизайна образовательной среды у которого большое количество реализованных проектов для образовательных учреждений естественно бюро интерьеров которые занимаются частным и общественным интерьером лаборатория дизайна городской среды которая активно развивается и занимается не только скажем так проектами сфере урбанистики но и территориальным брендингом в том числе где-то на стыке коммуникационного дизайна и дизайна городской среды естественно одним из основных направлений в лаборатории является издательство мы много собственно и в учебной программе огромное место занимает работа над многостраничными изданиями один из профилей школы дизайна game design занимается реализацией компьютерных игр и приложений есть sound издательство лаборатория плаката media wall которая собирает лонгриды и онлайн проекты наших студентов выполненные в рамках учебного процесса или в рамках сотрудничества с внешними заказчиками в москве успешно функционирует art gallery галерея которая показывает на своей площадке самые разные проекты в сфере дизайна и современного искусства и немножко приоткрою завесу тайны я очень надеюсь что наши усилия в санкт-петербурге в этом году приведут к открытию нашей галереи в петербурге на одной из очень значимых городских площадок мы выходим за стены университета выходим в город на такое пространство намоленное для санкт-петербургского искусства в общем я очень надеюсь что этот проект реализуется музейный и выставочный дизайн это прямое направление деятельности нашего профиля дизайн среды особенно в санкт-петербурге в культурной столице мы очень много сотрудничаем с самыми различными культурными институциями нашего города также направление активно действует и в москве лаборатория кино и фотоагентства fashion лаборатория event design лаборатория подарков на базе образовательного профиля по промышленному дизайну издательство шрифтов собственно это направление сейчас будет активно развиваться много работ в шрифтовой акциденции делается нашими студентами в рамках учебного процесса и на базе нашей межкампусной кафедры теории истории искусства есть исследовательский центр который занимается созданием и продвижением публикаций исследовательских проектов наших студентов и проект платформа для объединяющих усилия программистов вот это несколько в общем порядочное количество больше двух десятков основных направлений деятельности нашего проектного подразделения и я хочу сказать что как для школы дизайна так и для наших партнеров заказчиков безусловно также для наших студентов чрезвычайно важно реализация вот этих вот практических проектов когда студенты уже со второго курса имеют возможность принимать участие в значимых городских событиях и сегодня у нас рассказ о двух очень показательных на мой взгляд проектах которые были реализованы в двадцатом году в содружестве с центральным выставочным залом манеж одной из лидирующих экспозиционных площадок в сфере современного искусства в нашем городе и школой дизайна не у выше санкт-петербург я хочу сказать что о том откуда начинался проект 33 знака о предыстории и о том в рамках какого большого городского проекта наша затея была реализована расскажет мой коллега андрей пунин андрей торжественно передаю тебе пульт управления жизни добрый день еще раз хочу сказать спасибо всегда быть приятно быть частью какого-то нового начала история с открытым кампусом мне кажется очень интересный перспективный и такой живой вот и да мне посчастливилось преподавать здесь и тоже можно сказать что и это для меня тоже такое большое новое свежее начало которое дает возможность творческой реализации во первых во вторых действительно дает большую радость общение со студентами и я вижу уже несмотря на то что мы недавно работаем достаточно серьезные интересные результаты вот а что касается проекта над которым мы работаем последние последние сколько лет это проект который называется музейная линия проект который был придуман команды центрального выставочного зала манеж над которой я со своей творческой лаборатории арки работаю последние годы здесь надо сказать о том что современная музейная институция она очень часто и становится тесно внутри стен музея и появилась так называемая концепция музея со стеклянными стенами когда музей выходит за пределы собственно территории музея в окружающую городскую среду и проект музейная линия он как раз является возможностью для предъявления каких-то экспериментальных проектов в сфере современного искусства непосредственно городской среде петербурга вот на этом слайде мы видим несколько наших проектов которые мы делали начиная с 17 года в основном это территория прилегающая к центральному выставочному залу манеж было это площадь перед центральным перед западным фасадом центрального выставочного зала манеж бульвар на улице якубовича это были проекты focus fest проект посвященный акваренге но с точки акваренге и соответственно вот здесь мы видим слева внизу это был проект антропология антропоцентризма дмитрий коварги и проект самые красивые лошади в мире андрея люблинского который тоже является нашим коллегой по высшей школе экономики 19 году мы сделали проект и это был такой достаточно серьезный амбициозный проект посвященный исследованию звука санкт-петербурга и феномена петербургского звука как явление он являл собой и музыкальный фестиваль и серию каких-то различных объектов современного искусства связанных с аунд дизайном этот проект получился достаточно успешным и вышло так что мы с митей раздумывая над тем что должно стать каким-то логическим продолжением истории с 33 звуками решили почему бы не продолжить не сделать проект о шрифте о типографике о букве и назвать его 33 знака сохранив вот эту вот аббревиатуру 33 z соответственно вот мы с вами видим замечательный логотип разработанный митей при участии мы видим его и на наших с андре форменных футболка не знаю видим ли мы сейчас эти футболки но собственно фирменный стиль проекта на экране вот и сразу возникла идея что история о кириллице должна быть какой-то уникальный интересный и не только состоять из какой-то одной инсталляции но возможно сформировать какой-то новый совершенно формат существования искусства среди города вот и в проект был были привлечены 15 художников включая и нас с митей до вас хочу заметить вот сейчас на экране портреты участников проекта это 15 художников большая половина из которых также является нашими коллегами педагогами школы дизайна не увыше а нарисованы портреты были нашей студенткой анастасии петяхиной которая сейчас учится на третьем курсе и приняла очень активное участие в подготовке проекта в работе над айдентикой в работе над фирменной графикой то есть это прекрасный пример того как наши студенты активно включаются в значимые городские истории абсолютно точно дипломная работа это была работа сделана когда настя училась на втором курсе что еще будет мы работаем над этим вот продолжим и так а митя предложил пригласить в проект над работа над проектом замечательного московского художника юрия гордона который на самом деле конечно наверное в нашей стране ведущий специалист по но я не знаю кто еще является столь же глубоко погруженным в вопросы истории нашего алфавита и кто является настолько же энциклопедически образованным в вопросах истории шрифта и конечно для создания объекта центрального объекта расположившегося у западного фасада манежа мы были очень рады что юрий принял наше приглашение дело в том что у меня уже достаточно давно была идея построить в центре петербурга лабиринт как архитектурную такую как архитектурный феномен как такую инсталляцию скота которая подразумевает взаимодействие со зрителем некоторую геймификацию произвести вот и здесь мы подумали почему бы не соединить историю развития кириллического шрифта с идеей лабиринта здесь вот на это на этом слайде мы с вами видим как появилась эта идея изначально лабиринт был абсолютно абстрактной формой которая была построена исключительно на каких-то таких вот именно на внутренней логике развития шрифта но постепенно и идея появилась идея что это должна быть тоже буква скрытая буква которая в общем-то и была реализована внутри этого лабиринта можно было посовершить несколько путешествий в то есть это там там было три основных маршрута это было тупико тупико это бы скорее такой маршрут на вылет это было это была история глаголица да и в дальнейшем человек мог выбрать два пути это маршрут скоропись который был посвящен рукописному тексту и маршрут посвященный печатным печатному тексту печатной букве как вы как выяснилось эти два направления письменности развивались несинхронно очень это оказалось интересным опытом и для меня и для многих тех кто работали над этим проектом узнали очень много нового а жители нашего города с удивлением узнали что оказывается кириллицу придумала не кириллами фудии это оказалось большим открытием для многих вот здесь мы видим уже объемный проект как как в итоге эта буква превратилась в лабиринт причем ну не наоборот как лабиринт превратился да сначала лабиринт превратился в букву а потом снова появилась логика лабиринта дело в том что у нас тут замечательно совпала идея с юрина хотел сделать башню а я считаю что у лабиринта обязательно тоже должна быть башня на которой нужно стоять и говорить гуляющим и потерявшимся людям ты не туда иди ты сюда иди то есть эти которые которые сверху они как бы но при этом эта башня не имеет прямого выхода в лабиринт она была у нас реализована как лестнице наружу да да фотографии же там да значит вот в итоге все получилось так как мы и задумывали действительно проект был реализован в августе прошлого года два месяца он просуществовал и несмотря на то что у нас был ураган его немножко потрепало мы его оперативно восстановили и он сильно достоял положенные два месяца а вот действительно оказался очень интересный опыт но и кроме того вот это мы видим как это выглядело ночное время суток но вот этот вид из квадрокоптера грубо говоря практически остается тайной то есть очень многим для многих людей эта буква оказалась скрытой буквой ну то есть это не с крыши манежа нет нет это все с высоты птичьего полета с квадрокоптера и этот вид когда собственно мы видим общую форму лабиринта представляющие собой графему строчной буквы а он открывается у нас только в кино и фото документации да более того я хочу сказать что на сайте манежа существует 3d тур и и вообще мы живем замечательное время новых технологий когда прошедшие выставки прошедшие проекты можно посещать и после их закрытия да там действительно есть возможность виртуально погулять по этому лабиринту и более того есть на аккаунте манежа на ю тубе есть ролик о лекции юрия гордона который проводил непосредственно виртуальную экскурсию по этому лабиринту так что я всем желающим рекомендую эту лекцию найти посмотреть уже внутри еще фотографии слова история там не фотографии там удивительная графическая работа именно и работа юрия которая на самом деле я считаю что это одно из таких в итоге получилось очень целостных произведений где и архитектура и текст слились в каком-то совершенно удивительном симбиозе если всерьез то сколько времени примерно надо чтобы вот там ну всерьез не меньше часа обычно это выглядит выглядело так то есть семья с детьми родители залипают идут медленно а дети накручивают круги вокруг лабиринта и пролезают сквозь буквы которые там были некоторые буквы сделаны сквозными прорезанными то есть это такое действительно доходится путешествие получилось да вот ну и еще интересный момент здесь этого нельзя показать к сожалению в рамках нашей презентации но замечательный московский художник виктор пушкарев сделал сколько сделал около 40 видео фильмов про каждую букву как она жила как оживляя эту букву в совершенно в своей собственно свойственной ему манере потому что мы изначально думали что это будет ну некое видео как каллиграф или каллиграф рисует красиво букву вы оказались что это удивительные совершенно на фильмы выполнены совершенно разной стилистики то есть там какие-то буквы рисует на асфальте краской это снимает квадрокоптером и так далее то есть это отдельная хочу еще добавить что возможно у наших зрителей некоторые недоумение что 40 видео а букв то всего 33 в современной кириллице но дело в том что мы в этом проекте задействовали и те буквы которые уже навсегда покинули наш алфавит вроде яти и фиты и ижец и десятиричного и загадочных вовсе юсов большого и малого так и есть еще дело в том что этот проект был как бы состоял из двух частей этот лабиринт это и было его основной такой центральной точкой притяжения но помимо всего прочего здесь вот мы видим фотографии собственно как выглядел лабиринт внутри до фотографии путешествия вот фотографии с открытия которое прошло замечательный теплый летний день и в общем произвела на всех по моему очень приятные впечатления но и вторая часть проекта собственно продолжение истории вот паблика программа музейная линия в совершенно небывалых для нашего города масштабах мы в общем действительно сделали выставку площадка для которого для которой стал весь город то есть 15 объектов букв выполненных 15 художниками разбежались по разным локациям составив какой-то определенный маршрут и тогда действительно как говорит митя были буквы двух типов это были либо чисто кириллические буквы либо это были букв ушедшие из языка типа яйти и фиты а как вы выбирали ну вот я предоставил художникам выбор из числа тех графем которые характерны исключительно для кириллицы которых нет в латинице единственное лукавое исключение я сделал для себя как для куратора проекта взяв себе букву х как ну первую букву своей фамилии но объясняя себе это тем что если графемы в кириллице и латинице тождественны то фонемы все-таки различаются в английском это x в кириллице это х но рассказывая о своем объекте когда до него дойдет время я там расскажу еще одну хитрость которую в него закладывал итак давайте начнем все-таки с конца это буква я выполнена замечательным художником петром белым это была буква посвященная собственно попытки узнать кто же такие мы сейчас и это был была буква которая представлял собой мангал который при этом должен быть не эксплуатируемым то есть он стоял на севкабеле на берегу моря как это должно быть с нормальным мангалом вокруг были была толпа отдыхающих но в этом мангале были такие какие-то мокрый уголь окурки до севкабель там вот за спиной вот это такая площадка вот здесь мы слева видим как мы жгли спец прожигали эту букву специально с получилась горящее я что тоже давал какие-то новые совершенно коннотации вот это была буква мангал вот проект так назывался я мангал вот собственно буква мити но поскольку я все-таки дизайнер имеющий в своей повседневной практике дело с плоским изображением будь то изображение на бумаге отпечатаны или показаны на экране для меня было сверх задачей какой-то выйти в пространство для меня это новая какая-то территория и я дефрагментировал букву х на составляющие элементы разбив ее на такие четыре стрелки четыре указывающих направления элемента и получил в итоге в пространстве такой эффект параллакса когда при пересечении переднего и заднего планов мы в статичном объекте видим иллюзию движения и когда эта штука сработала получилась такая магия проявилась магия этого трехмерного объекта который с одной стороны как бы выглядит как буква х да с другой стороны это там метафора вечного движения ну а в третьем это еще и латинская цифра латинское число 20 римскими цифрами собственно говорящее о том в каком году проект был реализован вот и наши с андреем буквы моя х и звучащие андре они заняли место на стрелке зайчего острова у петропавловской крепости да вот как раз мы сейчас видим букву и моего авторства у меня была идея сделать букву памятник звуку и это буква действительно содержала в себе помимо того что она была выполнена зеркальной и ее задача была раствориться в пространстве показать как бы такую прозрачность и глубину этого звука она периодически еще звучала там специально записано аудиоряд такой очень специфические нигде не говорилось о том что эта буква звучит сколько это моя буква и митина х это наверное были одни из самых популярных инстаграм объектов на петропавловке в это время то люди которые пытались залезть на эту букву и обниматься с вдруг из нее начиналось говорить это было очень любопытно наблюдать вот такой опять-таки момент геймификации я позволю себе как ребята если уже появляются вопросы можно задавать я вам не спроси а вот когда вы это все делали вот я помню там выставки значит ледяных фигур приходили смотрели как вот человек с пилой все это выпиливает делать сколько-то времени тратится вот у вас как это все было каждый из вас там одевал значит свою фарту есть фотографии где митя красит свою букву красный цвет на стрелке да это было инсценировка на самом деле большая часть художников не прикасалась к своим объектам физически да то есть были сделаны проекты они были переведены там в 3d модели которые были переданы на производство и но там в частности там прекрасная буква ядь александра флоренского саша просто нарисовал эскизы которые мы перевели в модели он увидел уже свой объект реализованным там с ним тоже есть свои свои интересные истории вообще вот ну то есть это 15 предприятий нет но не совсем так дело в том что моя вот структура которая называется кинетической архитектурой мы как раз специализируемся на арт-продакшене соответственно мы не ограничивали авторов практически никак не выборе материала только какими-то разумными требованиями что объект должен быть вандалоустойчив он должен быть травмобезопасен поскольку они же стоят в открытом в открытом доступе в городской среде ну как бы в течение двух месяцев и их мочит дождь ураганных пытается повалить как выяснилось то есть там было много интересного но в целом я хочу сказать немножко забегая вперед вот эти вот 15 инсталляций простояв в нашем городе два месяца когда мы забрали и привезли в одно место мы выяснили что нигде ничего не испорчено нигде ничего не написано нигде ничего не отломано ну то есть город продемонстрировал свою высокую культурную но в целом да в общем с вандализмом с вандализмом какая-то проблема была предъявлена то есть но были определенные сложности с лабиринтом но скорее не в силу злых умыслов а просто по неосторожность там чего-то иногда ломали детки залезая дети здорово мощность мощная энергия вот сейчас мы видим букву юрия гордона то буква ю которая повторяет его подпись его фирменный знак длинная-длинная буква ю которая была выполнена в виде компаса сориентированного вращать верхнее верхнее колечко вращается да и внизу на постаменте был были насечки с обозначением направлений то есть она еще была грамотно выстроена по параллелям и беридианам да так другую сторону пошел а вот замечательная буква нашего коллеги по высшей школе юрия штапакова это буква з которая стояла недалеко от новой голландии в начале или в конце канагвардейского бульвара была такая буква выполнена из скафельной плитки которая немножко ну скажем так напоминал о том что рядом есть этот знаменитый подземной переход забавная коннотация буквы которые как бы нет причем она читалась только с большого расстояния ну работала по сути дела контр форма работала это буква екатерины филипенко букву ф которая стояла в румянцевском садике и это была такая фэ которая как будто бы одуванчик разлет и на разлеталась на элементы то есть она собиралась в букву только с одной определенной точки такая прозрачная работа буква ц но виталий пушницкий придумал замечательную букву придумал пень это был кстати говоря один из самых сложных продакшенов потому что надо было найти подходящий пень оказалось что это целое искусство мне очень нравится фраза виталий пушницкий придумал пень а мы в итоге за этим пнем ездили псковскую область и в общем его есть отдельный маленький ролик как мы вынесли на монтаж это тоже румянцевский саде да это два объекта стояли друг напротив другом румянцевском саду буква баремира бахра бахарева это юз малый большой большой плюс большой да малый юсу покрас да точно совершенно верно большой юз который стоял около штиглица вот почти уверен что многие горожане кто сталкивался с этим объектом мы изначально не идентифицировали его как одну из букв в кириллице и только прочитав аннотацию уже могли понимать о том что они имеют дело с буквой поэтому для нас конечно просветительская часть проекта играла очень важную здесь вообще на самом деле достаточно сложный вопрос о том как искусство и просветительская функция взаимодействует где кончается художественное высказывание и начинается просвещение вот в нашем проекте получилось какую-то найти ноту где никакого диссонанса в этом нет одно логично вытекает из другого а вот как-то вы обратно связь получали понимали чувствовали ну вот скажем я почему спрашиваю что вот такая древняя русской истории древняя русская культура которая относится кириллица и вот славянский язык петербург все-таки такой европейский город но вообще смотрится очень естественно почему бы собственно и нет почему петербург может быть площадкой для вот вот такой формы там продвижения русская культура меня как куратора проекта было очень важно то что проект стартует именно в санкт-петербурге городе где в 1708 году произошла реформа гражданского шрифта который инициировал собственно петр алексеевич всего пять лет спустя после основания санкт-петербурга и то что там наши с андреем объекты стояли на зайчем острове месте но сакральном для города откуда он начинался это вообще ну как-то звезды так стали удачно а что касается обратной связи от горожан то была реализована программа такой геймификации надо было в инстаграме отметить посещение всех объектов и там были предоставлены от манежа определенные призы и у нас очень высокая была цитируемость и очень большое количество людей были вовлечены в этот проект и мы получали замечательные совершенно отзывы от горожан и даже там несколько человек сделали какой-то альтернативный там фото отчет фоторепортаж даже более того фильмы люди сняли но то есть надо было пройти маршрут надо было все 15 как бы собрать я например потом в ютубе находил фильмы сняты о нашем проекте о которых мы не знали да просто энтузиастами это зацепило а если бы они еще подольше постояли там бы еще клады начали заработать знаете возле вашей буквы что происходит это уже городская легенда вот мы в общем стараемся формировать какую-то новую городскую идентичность и конечно работать в историческом центре петербурга это сумасшедшая ответственность вот и в данном случае мне кажется у нас получилось найти язык который это выдержал ну да конечно вот кстати говоря к вопросу о том как живет современное искусство и какие новые смыслы и как она работает в городской среде вот это проект а андрея люблинского буква йо это был проект мы для андрея сделали исключение потому что у нас было ограничение по высоте два с половиной метра андрея предложил букву высотой 4 метра но поскольку в общем то мы нашли инженерное решение которое позволило нам сделать ее устойчиво и мы решили ну ладно бог с тобой мы сделаем букву йо 4 даже напомню больше четырех метров и это был самый большой объект вот вы видите что когда он занял свое место около мраморного дворца ее было не сразу видно потому что вдруг вот эти это такая многоступенчатая буква йо с полосками во первых она растворилась на фоне руста который видите что получилась какая-то совершенно удивительная рифма которая люблинским не закладывалась изначально в эту работу а потом начали переходить знатоки горы надо же как интересно вот здесь же напротив дворец по во первое он же раскрасил в черно-белую полоску всю россию это были будки шлагбаум как здорово что вы об этом вспомнили но я вообще не закладывают начинает появляться какие новые смыслы и коннотации до сами по себе это тоже один из признаков того что проект получается когда начинает жить как от своей ну вот здесь тоже уже появляются новые смыслы спасибо друзья значит несколько вопросов будет ли продолжение проекта 33 в этом году существует план я очень надеюсь на его реализацию что этот проект поедет в москву то есть мы очень сильно заинтересованы в этом есть несколько вариантов локации это возможно в днх возможно еще какая-то площадка может быть царицына мне честно говоря мне было бы очень интересно этот проект реализовать в пространстве парка потому что мы уже экспериментировали с городом теперь интересно было бы представить его в ком-то новом ключе вот и сейчас я даже спустя время я смотрю на лабиринт и думаю вот как же так мы сделали его такой легкий таким легким для того чтобы он путешествовать может быть и вообще подумать о том чтобы сделать какую-то инсталляцию более постоянную где-то где-то ее поставить в каком-то может быть новом районе на какой-то новой площадке как постоянный объект потому что он получился достойным я еще понял этот вопрос немножко с другой стороны не про продолжение будущее проект 33 знака который действительно мы надеемся у него достаточно продолжительная но а проекте 33 что может быть еще за раскрытие 33 з до газе давай давай мы пока это сохраним в тони даже подсказывают нам знаешь когда вам надо дальше продолжать в 33 году соответственно михаил копотев спасибо 30 я думаю что доживем здесь будет еще одна тройка дополнитель за 33 еще годы по поживем увидим ну его спрашивают почему ну в общем понятно почему буквы но все-таки вот вы же с геометрическими может быть цифрами вы же тоже вот эти ну вы здесь более-менее понятно наверное да с цифрами мы будем работать в партнерстве с арабскими странами да там много разных новых вариантов да мы пользуемся арабскими цифрами будем работать с ближним востоком и места у них много где это можно поставить ресурсы добрый день валера ставишь приветствую вас можно от можно можно так ну давайте раз я живем коллеги большое спасибо мне очень был приятен выступление как раз вопрос еще раз публичное большое спасибо за помните тот наш небольшой кейс семинар где мы принимали участие как раз о том как решили после жизни вашим проекты есть жизнь и в этой связи у меня несколько вопросов машка я думаю что что-то обдумали обговаривали про москву было уже но сплывали другие города если интерес в других городах ко всему ли алфавиту или частично это стать каким-то раз это первый вопрос во вторых спасибо да помните было несколько идей мне они честно скажу нравились о релокации в какие-то иные районы это второй вопрос третий действительно на мой взгляд очень правильная тема цифры не цифры вот это вот воспроизведение каких-то городских смысл помните все с коров начиналось там и чтобы что-то постоянно в городе вам виднее что это не обязательно цифры арабские в общем расходы значит что-то еще чтобы воспроизводить мне кажется ведь самое сильное было не то что это там буквы а то что город позволил ввести в массовом таком порядке свою ткань весьма консервативную какие-то новые образы мне вот это казалось чрезвычайно важным вот если в этом направлении какие-то размышления спасибо извините спасибо вам ну я постараюсь ответить наверное сначала на третий вопрос конечно очень хочется продолжать эту экспансию и продолжать работать с городским пространством петербурге и возможно музейная линия будет расширена и на другие города как это о чем мы говорим большое вам спасибо за тот замечательный опыт работы со студентами которые у нас был и замечательные идеи вот именно о релокации проекта 33 знака в разных городах причем возможность какой-то внедрением каких-то новых букв в этих городах то есть сделать из этого какой-то такой путешествующую историю это замечательная идея я думаю что прошу прощения что пребывая мы знаем что да памятник существует да но посмотрим есть несколько предложений на самом деле сейчас но мне бы хотелось начать 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 со столицы нашей родины дальше посмотреть что будет думаю что подав потенции вполне это возможно да ну хорошо давайте продолжим так еще не все буквы мы посмотрели с вами обзор да потому что вот эта замечательная буква андрея воронова буква ша которая стояла во дворе шереметьевского дворца что что в общем то логично буква выполненная было из из мячиков для шариков шариков детского для детского бассейна и арматуры которая постепенно проржавела получился такой забавный контраст вот этого цветного острого контента и полупрозрачного но ржавого этой вот структуры в которой это было насыпано совершенно замечательная буква и ижица ижица шишкина хокусая которая стояла в саду фонтанного дома напротив буквы андрея воронова и на самом деле это было такое один из самых на поэтических моментов потому что эта буква встава ровно на линии центральной аллеи я сама по себе буква при всей своей дикости такое она была выполнена из корней земли а нас она при этом имеет строго симметричную композицию и получилось такое прямо единство вот этого классического сада и в то же время появились какие-то совершенно новые новое звучание в этой буквы в связи с местом в котором он находится а вот когда человек букву придумал он понимал где он ее будет ставить из какого мы всегда подразумеваем что у нас есть идеальная локация куда бы мы хотели и возможно не получится согласовать или были будут какие-то моменты вот в этом проекте практически все локации которые мы хотели мы получили но за это я в общем должен поблагодарить еще конечно звездную команду манежа которая взяла на себя все вопросы связанные с согласованием локации с городом конечно но с андреем это чудо нереально это все а сколько это времени вот от придумки всего где-то полгода прошло до уже вот буквы где-то порядка порядка такого времени может быть мой восемь месяцев но я думаю что в активной стадии проект мы мы занимались где-то полгода довольно быстро а два месяца пребывания букв значит это что середина августа по середину октября а ну дальше уже просто все уже холодно а дальше там вообще тоже была интересная очень история потому что с улиц города буквы переехали прямиком мраморный зал об этом чуть позже этнографического музея вот сейчас мы посмотрим последнюю букву и думаю что это уже последняя буква флоренского как раз это буква ять нет там еще там еще будут букву да это буква флоренского ять которая была задумана как памятнику расстрелянной букве и локация этой буквы была прямо напротив крейсера аврора почему он он сделал эскиз карандашом на бумаге и написал букву необходимо прострелить из револьвера или маузера или маузера и в итоге мы сделав эту букву мы ее отвезли в специальное место в тир где мы просто простреляли из ружья из карабина и получилось очень странно специально конечно вот в эти конкретно в эти места где где было прострелено если вот стоял художник говорил сделайте дырочку здесь и сделайте дырочку здесь никогда бы так не получилось получилась такая действительно местами скученная стрельба местами очень странные вот она убедительная получила в общем вы получили удовольствие одно и собственно процесс расстреливания буквы он задокументированный показан в фильме который сделал также наш коллега преподаватель школы дизайна константин фурасиев он выступил режиссером и оператором фильма но фильм выложен на аккаунте манежа на ю тубе тоже можно его посмотреть вот это вот буква замечательный мягкий знак до для детей специально да может быть и расскажет после это работа марины колдобской наши коллеги замечательного петербургского художника и вот здесь марина говорила о некой неком единстве формы и содержания что у нас в языке есть два уникальных знака мягкий и твердый которые сами по себе не обладают звуком да они только смягчают или ужесточают звуки согласных рядом с которыми располагаются и вот но как марина взяла мягкий знак который по ее убеждению должен быть отчасти живым отчасти немножко неприличным вот такая получилась история в никольских рядах да и в общем это был самый популярный век среди детей да да то что визуально мягкий хотя он не был мягким был все-таки такой тверденький но визуально был очень мягким вот ну и юз выполненный по красному ампасом это буква стояла около планетаря номер один на обводном канале немножко немножко на отшибе от основных локаций но поскольку по красном пас у нас был один из самых звездных художников то и мы подумали что люди не поленятся и дойдут тем более действительно там вокруг вот это вот как мы помним здание газгольдеров кирпичный рифмуется с окружающей архитектурой фабричные обводного канала вот получилась такая буква общем надо достаточно сложно было в продакшене это буква она выглядит что она сделана из кирпича на самом деле это конструкция из дерева из мдф который только обклеена и собственно вот а покрас приехал и покрасил все это получился очень хороший классный объект буквы сделаны никитом никиты сазоновым который стоял на севкабеле это были юсы малые большие которые плавали в аквариуме если значит это была буква с таким моментом интерактивности то есть то надо было покачать насос эти буквы всплывали внутри и плавали в толще воды как в толще времени как бы забавный объект который очень тоже хорошо а нет они не дувные они выполнены из пластика поскольку мы не существует материала который может держаться внутри толщи воды не всплывая и не опускаясь соответственно эти пузыри их поднимали вот но конечно тут немножко пошли на такой компромисс что кинетический объект в итоге конечно народ проявлял такую активность что мы эти насосы меняли только в пути то есть несколько насосов пришлось поменять в итоге была найдена технология когда когда все уже работало нормально объект достоял эти свои два месяца воду приходилось подливать вот ну и произошло интересное интересный момент когда уже проект был реализован мы открыли лабиринт к нам обратились с комитета по туризму с предложением что вот как раз такой хороший проект давайте как-то отметим день день туризма тоже буквой т на на тележные улицы ну соответственно спонсоры выделили небольшой бюджет и мы предложили сделать букву должен кустасу баксу который сделал такой объект ностальгический это как мы все помним такие вот железки которые везде валялись и вызывали массу вопросов что это такое потом уже повзрослевшие люди узнали что это кусочки трансформатора вот это была буква плоская которая с одной стороны была ржавой со стороны несколько проспекта она была глянцево-зеркальный все это было такое как бы путешествие как сказал стас туризм нашего детства туризм в детстве да но самым интересным конечно событием даже самым интересным но уникальным таким продолжением этого проекта стала возможность свести все буквы из разных городских локаций в одно место тоже наверное митя лучше расскажет как все было да я хочу сказать спасибо директору российского этнографического музея юли аркадьевне купиной которая в общем очень с большим энтузиазмом восприняла нашу затею и предоставила вот этот роскошный совершенно мраморный зал на площади искусств для выставки работ студентов и преподавателей мы сделали мощную достаточно экспозицию где одновременно в зале разместились и объекты проекта 33 знака а галерею заняли графические работы наших студентов первокурсников там были и графические работы и плакаты выставка вся называлась дизайн триатлон графика плакат объект из трех жанров представленных на выставке вот и я хочу сказать что мало того что проект создавал некую новую культурную географию города то есть это то о чем мы говорили с коллегами из комитета по туризму что таких проектов должно быть больше что петербург безусловно должен создавать вот эти новые смыслы что искусство должно выходить за стены музеев проникать в городскую среду действительно такой уникальный по большому счету случай но для меня очень важно чтобы мы и наших студентов выводили за стены университета важно чтобы они принимали участие в профессиональных выставках на площадках ведущих музеев нашего города чтобы они принимали участие в проектах подобных тому о котором мы сегодня как раз вопрос про это про студентов значит вот они как-то участвовали в производстве этих букв в создании их идеи лет все-таки это все в основном взрослые истории это работы в значительной части преподавателей школы дизайна ну и тех художников которых мы пригласили и которые возможно в будущем станут преподавательными школы дизайна я конечно это все держу в голове конечно в данном случае вот проект дизайн триатлона он как раз стал таким симбиозом да то есть мы же мы собрали собственно проект 33 знака и студенческую экспозицию и конечно я вот просто заслужу даже по своим ребятам которые увидев свои проекты внутри во первых такого потрясающего выставочного пространства при том на одной выставке действительно со звездными именами для них это колоссальный стимул для того чтобы дальше развиваться и расти и вот эта история она на самом деле очень важна для нас вот это не помимо того чтобы предоставить людям опыт работы еще дать им возможность какой-то но вкусить вот наслаждение какого-то радости сценический опыт да конечно художник начинает уже показывать свои произведения публике у него и осознание своего собственного да это очень важно впечатление от первой выставки от первой вышедшей книги которая вышла в твоем оформлении от первого там тиража да как бы это на самом деле очень воодушевляет ну то есть ответ да 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 но вот что на самом деле у нас была мысль сначала что да выставка большой значимый проект надо издать каталог но цветных каталогов мы уже наиздавались ого-го а мне всегда было дико интересно сделать такую классическую черно-белую газету вот в самом большом формате в развороте а от первого формата и мы сделали вот такую газету которая была напечатана тиражом 10 тысяч экземпляров и в общем за срок действия проекта разошлась по вузам санкт-петербурга среди посетителей манежа и среди наших среди поклонников нашего таланта из других городов вот статьи про буквы да там статьи про буквы там интервью создателей там информация о проекте в общем получилась такая значимая штука которую с гордостью кладу в свое портфолио да супер очень интересно нам у нас уже час да и ну я думаю что да 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 еще есть время и я бы хотел перейти к второй части нашего сегодняшнего разговора и показать еще один значимый для школы дизайна проект который был реализован опять же в партнерстве с центральным выставочным залом манеж и с музеем искусства санкт-петербурга 20 21 веков музей располагается буквально в двух шагах от нашего корпуса на канале грибоедова замечательный музей обладающий уникальным собранием петербургского искусства как явствует из названия последним прошлого и нынешнего веков и руководство двух музеев манежа и из музея искусства санкт-петербурга после но нашего какого-то успешного общем сотрудничество в рамках проект 33 знака вышла с инициативой о ребрендинге музея искусства санкт-петербурга о том что музей должен обзавестись новым современным лаконичным ясным визуальным языком и я в общем предложил чтобы мы провели открытый конкурс среди студентов и действительно я привлек к работе объявил открытый конкурс о том что у нас в рамках сотрудничества музей искусств и лаборатории дизайна стартует такой проект как бы собственно брендинговыми проектами занимаются наши студенты начиная с самого первого курса и там на втором курсе они еще глубже погружаются в эту тему на третьем снова к ней возвращаются и для меня было очень интересно посмотреть а как студенты вот ну смогут реализовать такой в общем значимый для культурных для культурной сферы петербурга проект я открыл конкурс для наших студентов второго и третьего курсов то есть для перваков еще рановато было бы но вот любопытно было что из наших там 250 второкурсников и третьекурсников первые предложения сделали 25 по моему человек ну то есть примерно 10 процентов самых активных самых боевых ребят и в этом проекте я несколько отошел от своей от своих правил о том что как бы рабочие версии и как бы такие итерации еще не финализированные заказчику мы обычно не показываем но тут в силу просто ну и того что заказчик из сферы современного искусства и визуальной культуры мы с марина борисовна джигарханян это директор музея искусств и палом сергеевичем пригара директор центрального выставочного зала манеж мы отсматривали и в общем ну такие шорт-лист первых там что я сделал из 25 предложений по ушорт в 10 идей из этих десяти идей были отобраны вот я сейчас листаю на экране там вот сначала были предложения совсем там разнообразные каждый рисуночек это идея представлены но если каждый рисуночек за идею так там было их я не знаю несколько сотен да это идея это вся картинка это вот одна идея это там другая это там третья идея мы выбрали из там лонглиста шорт из четырех проектов которые я уже попросил студентов доработать до более-менее там сделанной визуальной концепции вот такие варианты появились у нас на примере деловой документации носителей фирменного стиля мы билетов в музее мерча музейного и в конечном итоге победила концепция студентки нашей годовой программы дпо да то есть это победитель у нас не с бакалаврской программы с дпошной анна рубан которая вот в такой достаточно конкурентной борьбе взяла что называется первый приз да и как бы реализовала свою концепцию уже потом по выбранной концепции был доработан полноразмерный брендбук который на сегодняшний день передан заказчику и сейчас будет внедряться в повседневную такую экспозиционно коммуникационную жизнь музей искусств санкт-петербурга ну вот я постарался так как бы не затягивая безусловно можно и об этом проекте рассказывать достаточно долго для меня вот эти два кейса которые мы выбрали для сегодняшнего разговора имеют особую важность потому что в одном случае это на самом деле уникальный пример сотрудничества трехстороннего по большому счету как бы города выставочного зала манеж и нашего университета как образовательной институции это уникальный случай выхода современного искусства объектов в городскую среду в таком масштабе наверное не знаю происходило это ранее в санкт-петербурге я думаю что не андрей ты как знаток не веры без ложной скромности сказать что мы пока мере мне такие примеры неизвестны вот ну а второй кейс разработка брендингового проекта для значимой городской культурной институции это то чем собственно мы занимаемся в рамках лаборатории дизайна это одно из направлений одно из самых востребованных направлений нашей проектной деятельности это общем брендинг и визуальные коммуникации то чем там большая часть наших педагогов занимается в своей ежедневной практической работе единственное что хочется как бы сказать что хорошо бы таких проектов становилось больше мне очень важно чтобы о школе дизайна знали не только абитуриенты и родители не только студенческая среда как об образовательной институции мне важно чтобы о школе дизайна знал город знала индустрия знали наши заказчики как о мощной проектной структуре который под силу решать самые сложные комплексные задачи в очень широком поле направлений современного дизайна вот ну и наверное как бы теперь мы можем к вопросам да коллеги вопросы в чат или голосом поднимайте руки ну вот вообще она также примерно и делается то есть формируется все-таки команда людей которые в состоянии совместно создавать большой проект и вот в этот проект 33 знака сколько человек огромная команда там это ведь не один человек это больше или как-то вот нет но есть там кураторская команда есть команда на стороне выставочного зала манеж там много очень людей было задействовано согласование конечно приятно ну то есть несколько несколько десятков человек если не больше сотни я не знаю в общей сложности потому что был коллектив который работал над диджитал частью это продакшен программирование вот этих элементов дополненной реальности целый коллектив работал над созданием айдентики и печатных наших материалов там огромная команда на производстве ну то есть это прям но это как история достойный города это проект достойный город и масштаб соответствующие проекты и должны быть не могу не спросить про творческие планы то есть вот ведь хорошо бы чтобы у нас бы было бы это понятно значит для того чтобы у нас что-то было бы нам надо вот такие команды собирать при этом понимать там под какую ну я вот фантазирую там 200 лет со дня рождения достоевского значит вроде бы повод вот как-то это так работает в дизайнерском мире что вот 800 лет александр невскому ну да безусловно надо что-то такое вот придумать так это обычно и бывает сначала возникает какая-то вот приходит какой-нибудь человек крит вот у нас например вот 200 лет открытия антарктиды через через два года чтобы нам такое сделать потом постепенно рождается какая-то форме формулируется идея потом появляются люди которые включаются в этот проект и вдруг возникает какая-то синергия которая позволяет этому проекту выкристаллизоваться и потом реализоваться вот вот кстати проект 33 знака пример удивительной синергией когда все удивительным образом получилось получилось в абсолютную в каком-то доброжелательном режиме абсолютно вне конфликтным сотен творческом и результат бывает так что из проектов которых процесс вроде как интереснее чем результат здесь получился и кайфовый процесс и замечательный результат на самом деле для меня вот пока что в моей практике это проект близки каталону 33 знака ну вот у вас есть какой-то секрет успеха вот это просто химия звезды сложная ножа я вот пытаюсь и до наших студентов всегда донести что миром правит любовь да вот как бы в моей картине мира и если ты любишь и получаешь удовольствие от того чем ты занимаешься но это все взлетает выстреливает ну то есть поток единство создание действий да мы в свое время как-то с опять же с моим старшим товарищем с художником саши флоренским делали журнал адреса петербурга он был главным художником я был арт-директором это было лет 15 до уж больше лет 17 18 тому назад и как-то мы для себя сформулировали что а если бы вот нам там учредитель издать искал ну вот ребята на ваши зарплаты денег нет но есть деньги на издание журнала мы бы продолжили этим заниматься и мы для себя однозначно ответить что да продолжили бы вот мне кажется что отношение к работе оно должно быть именно таким что ну как бы кайфу надо кайфовать от того чем занимаешься а деньги придут вот самое удивительное что если как делаешь дело да 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 но она монетизируется поэтому не надо опасаться того что ударившись но как бы в удовольствие от собственной работы останешься бессребреником не останешься ну да потому что это тоже такая энергия но все начинает работать вместе и появляются и финансовые возможности люди приходят те которые именно нужны для того чтобы это получилось такой магия есть вопрос у вас есть заказы по брендингу от компании сергей мельченко студенты в них участвуют да значит скажу более у нас начиная с третьего курса работа по брифом внешних заказчиков является не то что возможность это является обязательной неотъемлемой частью учебного процесса и вот сейчас мы как раз работаем по нескольким брифом я имею ввиду наш профиль коммуникационного дизайна который работает как в санкт-петербурге так и в москве профиль является межкампусным направлением единым и у нас есть несколько значимых проектов в частности по заказу комитета по туризму правительства москвы наши студенты работают над айдентикой школы амбассадоров москвы в санкт-петербурге мы разрабатываем проект по ребрендингу арт-центра пушкинская 10 очень значимого места для петербургского искусства и мы открыты естественно для брифов от коммерческих компаний мы работаем не только с культурными институциями или государственными структурами но также и с компаниями в потребительском рынке в сегменте b2b ну то есть как бы работаем как просто масштабная дизайн студия как брендинговое агентство и всегда готовы рассмотреть предложение включить брифы от наших внешних заказчиков в учебный процесс да студенты участвуют и участвуют под руководством их ведущих преподавателей ну вот про город давайте еще немножко поговорим вот у нас сейчас дизайн инжиниринг вошли в общем в набор основных таких тематических направлений в рамках научно-технологической программы развития города вот есть значит разные вузы разные команды дизайнерские центры и выставочные залы просто творческие люди вот это огромное сообщество людей амбициозных талантливых наверное вот это же есть как в ученом мире значит надо все-таки быть хотел и хочется быть признанным значит это вот наверное никуда от этого не уйдешь от этого возникают разные там внутренние процессы непростые между людьми вот какая такая самая на ваш взгляд важная может быть объединяющая какая-то идея которая может вот как-то это все перед перевесить и люди начнут а может это и так мире дизайн уже существует вот такое сообщество петербургских дизайнеров которые работают вот как вы сказали вот доброжелательно хорошо вот как в проекте 33 знака можно такую какую-то модель целевую модель будущего серьезный вопрос такой многоплановый на него не ответишь сразу конечно работая с творческими людьми приходится понимать что любой любой классный художник любой классный мастер обладает амбициями да то есть нужно с этим считаться на самом деле здесь конечно очень важно находить правильных людей для для своего мира для того чтобы что-то такое предъявлять городу в стране и так далее вот и как правило я считаю что вот хорошее оно понравится я хочу сказать что безусловно есть точки которые но на мой взгляд может быть не до конца проработаны в сотрудничестве города и вузов как центров компетенции как проектных центров то что мы видим на примере лаборатории высшей школы экономики лаборатории дизайна есть направление там дизайна среды да как бы в петербурге уже много лет остается актуальной проблема серого пояса это наследие промышленных предприятий огромные территории в прекрасных локациях то есть вы это воспринимаете как как бы возможность вот до этих пространствах можно да безусловно и наши наши коллеги в качестве проектировщиков архитекторов дизайнеров среды безусловно готовы предложить там городу достаточно высокий уровень проектных разработок если речь идет о взаимодействии на уровне там городского правительства и каких-то программ поддержки то я считаю что эта поддержка не нужна индустрии да все-таки мы живем слава богу при капитализме да и тут мне кажется что дарвиновская теория о выживании сильнейшего как бы вы вымирание того кто не приспособен не приспособлен к рынку она общем справедлива но поддержка мне кажется нужно креативному кластеру молодых специалистов которые только выходят из стен университета и ну мне просто удалось побывать во многих странах в рамках там дизайнерских поездок делегации и мы видели такие кластеры которые во первых предоставляют сам на льготный по льготной арендной ставки молодым бизнесом пространство для мастерских будь то фэшн лаборатории или студии дизайна предоставляют помещение предоставляют централизованную юридическую поддержку помогают там с регистрации собственного бизнеса помогают там наладить вопросы там продвижения и налогообложения там бухгалтерского учета и так далее да потому что ну это там нашим студентам в вышке повезло что они могут там на майнерах получить какой-то дополнительный образовательный трек связанный там может быть но в целом если мы говорим о студентах шире да не только о студентах вышки но как бы люди выходят из учебных заведений зачастую там сильными творческими скиллами но совершенно не подготовленные к ведению самостоятельного бизнеса в этом как раз я вижу возможность но какого-то создания такого кластера где город может там на протяжении первого года первых двух лет как показывает практика европейских подобных центров оказывать поддержку на запуске вот таких вот студии предприятий в творческом секторе предприятий креативных ну а вот у вас есть примеры в вашем студенческом мире имею ввиду вот первый второй третий курс уже есть ребята которые ну вот мы сейчас в качестве примера признания и профессиональной самореализации смотрели например выставки вот ты помог ты сделал большое дело ты вот участник большого процесса а вот создание каких-то своих предприятий студии проектов которые приносят студентам возможность там есть такие какие есть но в нашей профессии есть три основных там трека трудоустройства первый наверное самый там прогнозируемый стабильный да это трудоустройство дизайнерский отдел на стороне заказчика там компания среднего или крупного бизнеса у них у всех есть дизайн отделы которые занимаются там выставками брендингами рекламой сайтами полиграфической продукции и так далее то есть такой дизайнер in the house вот вторая второй трек это трудоустройство в дизайн-студию рекламное агентство проектное бюро когда молодой специалист оказывается в коллективе своих коллег единомышленников и третий очень распространенный это путь фриланса да это путь самостоятельной работы самостоятельных переговоров с заказчиками участия в конкурсах тендерах набивание собственных профессиональных шишек но в этом пути кроется на мой взгляд и наибольшее количество шансов на взлет и построение собственного бренда в дизайн индустрии и собственно развитие собственного имени да потом уже рост в собственную студию я вижу что наши третьи курсники двигаются в общем по всем трем из этих путей да многие уже работают не всегда я должен признать это сказывается положительно на учебном процессе вот но вспоминая там наше собственное студенческое прошлое мы тоже все работали там уже курсы со 2 делали заказы поэтому ну я верю в то что среди наших студентов очень большое количество будущих звезд а вообще честно говоря но то есть так без всякой иронии без ерничания ну какую-то нашу сверх задачу нет для себя да как бы скажу я вижу в том чтобы там максимально большее количество наших студентов стали круче нас да то есть я как убежденный прогрессист считаю что как там дети должны добиваться большего чем родители а студенты превосходить своих педагогов потому что иначе ну как бы прогресс пойдет в обратную сторону чего толку нам до конца там вон до седых бород оставаться круче чем молодняк молодняк должен нас пихнуть на свалку истории как бы и сплясать на наших профессиональных костях в этом случае я буду как бы счастлив как преподавать наверное лучше же сидеть в кресле и смотреть как внуки там которые еще круче чем молодая шпана нет вот если с моей точки зрения мне кажется что практическим результатом бакалавриата должны выходить люди у которых профессиональное портфолио не на уровне студенческого на уровне реализованных проектов то есть мы должны делать дизайнера который сразу становится конкурентоспособным на рынке и сразу может о себе заявить то есть мы должны дать ему максимальный пакет инструментов его каких-то профессиональных скиллов поделиться опытом своим и возможно пригласить их в свои проекты уже после того как они закончат вуз ну а вот если про петербург снова вот у нас все-таки на фоне серьезного рынка дизайна стране в мире мы всегда любим называть петербург столицей там всего культуры науки арктики и так далее вот мы вот здесь в каком месте этой карты как вы считаете но смотрите по топовому уровню российских дизайнеров на сейчас несколько шире там чем петербург мы безусловно очень конкурентоспособным на мировом рынке я это вижу в частности но в прошлом году и в этом году я представляю россию в жюри одного из наиболее значимых мировых дизайнерских конкурсов european design awards и там на еда очень большое количество работ наших российских студий которые берут призы которые побеждают в конкурентной борьбе открытой да как бы и на топ уровне мы как бы вполне конкурентоспособны на мировом рынке значит если говорить о там рынке санкт-петербурга и рынке москвы да конечно у нас там труба пониже дым пожиже в силу того что подавляющая часть штаб-квартир национальных компаний расположены в москве соответственно они же работают с московскими дизайн-студиями московскими рекламными агентствами но что происходит вот запас в течение последних нескольких лет что меня чрезвычайно радует то что появляется большое количество молодых студий с очень серьезным уровнем профессиональной подготовки с очень высоким профессиональным уровнем работ и они начинают во многом формировать рынок формировать индустрию повышать но как был что называется среднюю температуру по больнице как бы в целом за последнее время уровень российского коммуникационного дизайна вырос невероятно но связано в общем с теми профессиональными событиями которые проходят пятый год подряд или шестой год подряд уже в москве проходит там ежегодный фестиваль типомания который абсолютно мирового уровня событий там много лет уже проходит биеннале золотая пчела которое включено в круг самых важных графических событий там всего мира ну и так далее и так далее да как бы вот это вот с одной стороны профессиональное сообщество с другой стороны растущий уровень конкуренции в среди наших заказчиков он приводит в конечном итоге к общему росту качества дизайн индустрии в стране в стране да ну и вот в петербурге у нас есть какая-то своя вот самостоятельность и вот какая-то тема может быть или как вы выражаетесь рифма вот несколько раз вы употребляли слова возникает рифма между там буквой и пространство если это есть такой вопрос на самом деле скорее поколенческий вот я например для себя какой-то момент увидел что вот мы оказались в удивительном совершенно городе которым нету больше больше такого нет он действительно феноменальный со всех точек зрения и как мы вот как как нынешнего поколения пришедшие как мы войдем в какой-то какой-то новый шаг сделаем в этом в этом деле как мы продолжим эту историю как мы сделаем так чтобы город не существовал в виде разрозненных декораций и пьесы которая давно закончилась как сделать его живым наполнить его какими-то новыми смыслами как попытаться решить какие-то серьезные ошибки прошлого тот же самый серый пояс да как это как это все оживить то есть вот это на самом деле совершенно конкретная задача которой нужно заниматься сейчас и через это мы конечно найдем свой уникальный язык и свою уникальную идентичность но вот мне кажется что вы нашли очень хорошие моменты и пространство города и смыслы города если говорить о музее 20 21 века современного искусства то есть все-таки вот это историческое культурное моральное нравственное хотите духовное наследие в котором мы живем она может быть тем источником где вот какая-то такая нотка наша петербургская она станет частью но она и так является наверное частью российского так сказать звучание в мире и вот проекта которых спрашивают где наше будущее куда мы какие у нас будут следующие проекты они вполне могут быть нашел для нас связано очень очень важная часть петербургской идентичности это безусловно культурные институции как бы наверное вот степень концентрации музеев концертных площадок театров там выставочных залов в креативных пространств она на сегодняшний день в петербурге очень высока да вот как бы заварка крепкая такая в этом получается и естественно направление работы с нашими культурными институциями партнерства с музеями театрами это наверное такая отличительная часть лучшей части петербургского дизайна и с этой точки зрения конечно я очень рад что школа как проектная институция также работает в этом направлении ну что ж дорогие друзья спасибо вам огромное за то что были с нами слушали нас андрей митя спасибо филипп спасибо нашим зрителям прекрасные проекты и есть явно перспективы и молодые подрастающие кадры у нас так я понимаю ведь не только шавышки речь идет еще есть масса других вузов в городе где хорошие ребята учатся так что дорогие наши студенты но самые лучшие коллеги мы это то знаем мы вас приглашаем пожалуйста участвуйте в проектах о которых сейчас рассказывалось и в будущем развитие этих проектов и приходите в следующую среду сюда же 1810 мы вам говорит с вами про арктику всем спасибо до следующей среды проект семинар открытый кампус на сегодня завершается ждем вас в следующую среду всем доброго спасибо спасибо до свидания